Славься Бог Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». 2 сентября в Святая Православная Церковь чтит День памяти пророка Божьего Самуила. Сегодня мы поговорим об этом замечательном человеке и его влиянии на историю богоизбранного народа. В студии магистр богословия, протерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий! Добрый день, Николай! Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, каким было происхождение будущего великого пророка? Святой пророк Божий Самуил жил в XII веке до Рождества Христова в очень трудный период для израильского народа, когда в правлении судьи Илья были очень большие проблемы в государственной жизни евреев, израильтян. Внешние враги теснили их со всех сторон, а сам Ильи был уже не способен достойно нести свое служение из-за старческой немощи, а его сыновья Афни и Финиес были ему плохими помощниками. К сожалению, их крыстолюбие уже вошло в народную пословицу у израильтян. И вот в этот трудный период Господь воздвиг человека, который стал украшением вообще всего израильского народа, который был, наверное, вообще лучшим сыном своего народа этой эпохи. И его происхождение по-своему очень знаменательно, потому что пророк Самуил происходил из колена Левина, его отец Елкана, жил в городе Рамафаим-Цофим, это на горе Ефремовой, недалеко от города Иерусалима. И по обычаю того времени у него была больше, чем одна супруга, была первая его жена Анна и была вторая жена Финнана. И сложилось так, по промыслу Божию, безусловно, что его любимая жена Анна, она была долгое время неплодной. А вот вторая его супруга Финнана родила ему много сыновей и дочерей. Но несмотря на это, все равно Елкана больше любил свою первую супругу. Очевидно, ее душевное качество очень ему импонировали, и даже ее неплодие не было препятствием для его сильного чувства по отношению к ней. Но его вторая жена очень ревновала мужа именно к Анне и всячески пыталась ее уязвить. И, конечно, лучшим способом это сделать, это было попрекнуть ее неплодством. И она постоянно пользовалась этим способом для ее досаждения, так что даже в какие-то большие религиозные еврейские праздники она не лишала себя удовольствия напомнить ей так или иначе о том, что она лишена благословения Божия, что у нее нет детей. И вот в один из таких праздников совсем стало горько на сердце у Анны, матери пророка Самуила. И она обратилась с очень горячей и искренней пылкой молитвой к Богу, чтобы он помог ей все-таки зачать младенца мужского пола. И в случае, если молитва будет услышана, если ребенок родится, все будет благополучно, она обещала отдать этого младенца, как своего первенца, на служение Богу. И вот когда она молилась таким образом, первосвященник и судья Ильи увидел ее молящуюся. И настолько была вот ее искренняя и пылкая молитва, что он подумал, что она вообще находится в нетрезвом состоянии, сделал ей замечание. Но когда она ему ответила, и он понял ее мотивацию, причину, по которой она столь усердно взывала к Богу, то он благословил ее и сказал, чтобы она с миром шла домой. И она почувствовала, что вот это благословение будет для нее именно залогом того, что молитва ее будет услышана и исполнена. Так это и произошло. Вот после этих особых, таких вот усердных, долгих, многолетних молитв как раз и родился пророк Самуил. И, как мы видим, его мама исполнила свое обещание уже в трехлетнем возрасте, когда по обычаю иудейскому ребенка отняли от груди. Она его привела в селом, там, где находилась скиния завета, и передала его на служение Богу. Какое образование получил великий пророк Самуил? Образование пророк Самуил, на иврите его имя звучит как Шмуэль, то есть буквально означает «услышанный Богом» или «испрошенный у Бога». Двояки есть перевод этого имени. Кстати, транскрипция этого имени на русском языке Самуил, но есть его транскрипция и на других языках, в частности, вот на английском – Сэмюэл, на армянском – Самвэл. И так вот во всех основных языках его имя присутствует, если мы говорим народах, скажем, христианской традиции, но также и иудейской, и мусульманской, потому что его почитают не только христиане. И вот когда пророк Самуил остался при скине завета служить Господу, то там он и получил свое образование. Образование это состояло в том, что его учили прежде всего именно Слову Божию. Он изучал Священное Писание, Танах, он изучал традиции еврейского народа, это толкование Священного Писания согласно традиции, которая в то время уже вполне сложилась, существовала, потому что у евреев всегда было очень развито устное священное предание, если так можно его назвать. Ну и кроме того, он вместе с тем помогал при служении, при скине, будучи еще отроком, как об этом говорится в Библии, он облачался в льняной эфот, который одевали только священники, и исполнял какие-то обязанности при храме, очевидно, помогал при совершении богослужений. Так что он постоянно находился при Илии, первосвященнике, и вот это как раз и было залогом того, что его образование шло в самом правильном русле. Его абсолютно не коснулись никакие суеверия, заблуждения израильского народа того времени, потому что он находился в той среде, где учение о Боге, о религии ветхозаветной, было в самом чистом, в самом, я бы сказал, правильном виде, которое только могло тогда вообще существовать в мире. Каким образом Самуил стал судьем Израилевым? Эта история очень поучительна. Она показывает, насколько человек должен быть внимателен к божественному посещению. Когда пророк Самуил был еще отроком, ему было 12 лет, он как-то ночью услышал голос, который звал его по имени. И он подумал, что его зовет первосвященник, который спал в соседней комнате, и он пошел к нему спросить, что ему нужно, может быть, какие-то срочные дела. Но тот ему сказал, что он его не звал, что ему послышалось. Тогда Самуил вернулся на место. Второй раз этот голос послышался, и третий раз. И вот после третьего раза первосвященник Ильи понял, что все-таки происходило это все при скине Завета, в таком вот священном месте. Значит, если это не он его звал, и больше не было там людей, значит, это голос Божий. И он сказал отроку Самуилу, если ты еще раз услышишь такой призыв, то ты ответь, я здесь, Господи, я готов тебя слушать. И вот таким образом поступил пророк Самуил и получил первое божественное откровение, которое заключалось в том, что Господь открыл ему за нечестие сыновей Илья будет наказан не только Илья и его семья, но и весь Израиль. И они лишатся даже Ковчега Завета. Вот это все наутро пересказал пророк Самуил Илью, который от него потребовал подробного рассказа обо всем, что он слышал. И Илья понял, что ему не миновать вот этого божественного посвящения. Илья не мог уже никак эту ситуацию изменить, потому что становя его уже были взрослыми, вполне самостоятельными людьми и поступали совсем не так, как это было угодно Богу и как это хотелось бы самому Илью. И вот в ближайшем крупном сражении Израиль потерпел очень тяжелое сокрушительное поражение. Погибло около 30 тысяч человек. И сам Ковчег Завета, который был принесен на место битвы, и иудеи надеялись, что его присутствие поможет им одержать победу, этого не случилось. А сам Ковчег был увезен филистимлянами в плен. Это было тяжелейшим ударом для Израиля. Они лишили свои главные святыни. И вот это был критический момент в своем роде. Многие думали, что же дальше? Мы остались вообще без главы народа. Мы остались без Ковчега Завета. Мы понесли такие огромные потери в живой силе вооруженной. Что же мы теперь вообще будем делать? То есть Израиль, как казалось, был на краю гибели, на краю пропасти. И вот в этот момент пророк Самуил и был Господом воздвигнут, как судья Израилев, и то, что он так быстро приобрел всенародный авторитет, уважение и признание, это объясняется прежде всего тем, что он был по-настоящему харизматическим человеком, он был мистиком, если мы будем говорить современным языком. С ним Бог общался непосредственно. Каждая молитва Самуила получала от Господа определенный какой-то ответ. И, конечно, такой человек является уникальным для любой культуры, для любого народа, для любого времени, любой эпохи. И когда евреи поняли, что среди них появился человек, с которым непосредственно общается Бог, и через которого он готов помочь своему народу, то все его признали и избрали судьей Израилевым. Так что он стал последним в истории Израиля, 15-м судьей. Что можно сказать о периоде правления Самуила над израильским народом? Правление Самуила в качестве судьи народа Израилева отличалось благоденствием и процветанием. Господь благословил жизнь народа всеми благами, прежде всего миром, потому что филистимляне, которые пытались вновь вторгнуться в пределы Израиля, навязать новое сражение, были устрашены громом, молнией от Господа. Они были полностью деморализованы вот этими особыми небесными знамениями. И Израиль без труда разгромил филистимлян. Причем настолько было чувствительным это поражение, что больше уже при жизни Самуила филистимляне, пока он правил сам народом Израилевым, они старались не вторгаться в его владение. Кроме того, пророк Самуил призвал народ к покаянию. Вот с этого началось вообще воправление, когда он созвал все колена Израилева, чтобы они собрались в массиве, и объяснил им наши проблемы от того, что мы, к сожалению, потеряли чистоту веры, что слишком стало распространяться разного рода идолопокулонства, что нарушаются заповеди, не соблюдаются главные постановления закона. И когда люди это все осознали и признали свою вину, и начали каяться, наложили на себя пост, усердно, всенародно молились Богу, Господь тут же откликнулся. И вот эта первая победа над филистимлянами была явным знаком, с одной стороны, того, что покаяние народа принято, а с другой, что правление самого Самуила вполне Господу угодно. Очень важной чертой управления Самуилом Израилем было то, что он ежегодно обходил все города колен Израилевых. Он не ждал, пока к нему придут посланники от разных колен, а он сам посвящал, чтобы на месте разобраться, как обстоит ситуация, как идут дела, и совершал справедливый, праведный суд. Его решения всегда отличались мудростью, взвешенностью, рассудительностью, а главное, беспристрастием. Его невозможно было подкупить. Это был человек абсолютно кристальной честности, который руководствовался только соображениями высшей справедливости. И вот эти качества, они приобрели ему просто непререкаемый авторитет во всех коленах Израилевых, так что за все время его правления не нашлось ни одного человека, который бы посчитал себя обиженным его несправедливым решением. И это получило свою проверку, когда уже пророк Самуил устранился от дел на последнем собрании людей в Галгале, когда как раз он поставил Израилю царя. Он спросил, если у кого-то есть ко мне претензии за прошедшие 40 лет моего управления страной, то прошу вас не держать их в тайне, а сразу перед всем народом объявить. Я готов тут же компенсировать принесенный мною ущерб. И тут выяснилось, что нет ни одного человека, который бы был им как-то обижен или оскорблен. Единодушно все ему засвидетельствовали, что он все делал правильно. Это, конечно, является высшей похвалой, вообще, я думаю, редким случаем в истории, когда человек настолько успешно и правильно, и справедливо исполнял свое служение. Почему израильский народ стал просить пророка Самуила поставить им царя? Всему приходит конец в человеческой жизни, и вот правление пророка Самуила тоже стало приближаться к своему завершению. Он уже был очень пожилым человеком, ему было за 80 лет. Он почувствовал, что ему не хватает сил исполнять свое обычное служение, и он решил привлечь к этому служению судьи своих сыновей. Их звали Иоэль и Авиа, и они были, конечно, лучше, чем сыновья Илья, Офни и Финеес, но, тем не менее, они были далеки по своим душевным качествам от своего отца, и главным их недостатком было все то же самое корыстолюбие. Вот эта вот извечная болезнь любого государства, коррупция, она, к сожалению, их постигла. Они не смогли удержаться на высоте религиозных, да и нравственных представлений своего отца, и начали брать подарки, то есть, грубо говоря, взятки, а, соответственно, выносить уже те решения, которые были не справедливыми, а обусловленными вот этим материальным стимулом. И как только люди это заметили, а это очень быстро всегда бывает заметно, то решили старейшины колен Израилевых, чтобы не повторилась история, которая уже была с первосвященником Ильей и его сыновьями, решить вопрос заблаговременно. И они попросили у Самуила, чтобы он, пока он еще жив, пока он все-таки еще может это сделать, чтобы он поставил им царя, как и у других народов, потому что все окрестные народы, языческие, конечно, народы, они имели своих царей, а у Израиля царя не было, потому что сам Господь, сам Бог, Ягве, управлял народом Израилевым. И вот это их требование было обусловлено всей вот этой вот материальной, прежде всего, конечно, подоплекой. В наши дни многие православные люди считают монархии самой богоугодной государственной формой правления. В первой книге царств Господь порицает иудеев за желание выбрать царя. Как соотнести эти два случая? Здесь есть над чем поразмыслить. В действительности очень распространено мнение, что монархия, православная монархия, именно монархия наследственная, это самая такая богоугодная форма государственного устройства. Но в действительности вот именно этот случай из первой книги царств показывает, что не все так просто. Когда требование народа было доведено до ушей пророка Самуила, то он вначале и сам обиделся, что они предлагают ему такое решение вопроса государственного устройства. А когда он об этом помолился Господу, спросил, угодно ли ему, чтобы он так поступил, то Господь ему объяснил, что на самом деле ему тоже это неприятно. И он ему сказал, ты не думай, что тебя отвергли, а отвергли меня. Они не хотят, чтобы я управлял ими, потому что народ это все-таки был жестоковыйный. И эти жесткие моральные требования, которые предъявлялись от лица Божия таким праведным судьей, в частности, как Самуил, были тягосты для многих. Поэтому они хотели быть похожими на окрестные народы. Поэтому Господь сказал, что поставь им царя, как они этого просят, но они испытают весь гнет царского правления. Так это в результате и получилось. Точно вот как это все Господь пророку Самуилу объяснил, так это и случилось. Но с другой стороны, дело-то в том, что теократия в народе Израиля, она не могла вечно продолжаться. Для того, чтобы она могла быть успешной, в ее главе должен был стоять такой же человек, как Самуил. То есть настолько же совершенная в духовном отношении личность, которая могла бы быть проводником всех божественных велений. Но мы видим, что таких людей вообще в истории немного. Поэтому уже после Самуила не было достойного преемника. И ждать, когда появится наконец следующий, просто не было возможности у народа. Поэтому в данном случае монархия была меньшим злом, чем анархия, которая воцарилась бы после смерти Самуила, в случае, если бы его сыновей, как это можно было легко прогнозировать, народ бы не признал своими законными властителями. Так что в данном случае мы должны сказать, что монархия, конечно, менее совершенная форма правления, чем теократия. Но из всех обычных форм государственного управления, все-таки она, можно сказать, даже предпочтительна, по крайней мере, для некоторых народов в некоторой эпохе. Это касалось народа Израилева. На большом протяжении его истории это же казалось и русского народа. На протяжении многих веков мы видим, что монархи вполне успешно управляли своей страной и вели ее к процветанию, к усилению. Но вместе с тем нельзя, конечно, гарантировать, что если этот институт вновь будет возрожден, на новом этапе, скажем, в 21 или в 22 веке, что он принесет такие же добрые, изобильные плоды, как он приносил раньше. Все-таки время меняется, и, как считают некоторые мыслители, тот же Семен Людвигович Франк, все-таки для каждого народа лучшей является та форма государственного устройства, которая приносит наибольшее благо народу в каждый отдельный период истории. Как мы знаем, Саул оказался недостойным своего призвания. Не считается ли ошибкой помазание его на царство? Нет, конечно, это нельзя считать прямой ошибкой, потому что Саул был от самого Господа. Указан Самуилу, чтобы он его поставил на царство. У этого человека были большие дарования и физические. Он был ростом выше всех иудеев на голову от плечей своих, как говорится, в Библии. У него были и таланты полководца, он одержал много славных побед. Но, к сожалению, худшее качество его характера – это гордость, надменность, алчность, подозрительность. Они со временем возобладали. Поэтому, если мы проанализируем его жизненный путь, то мы поймем, что это были его личные решения и его ошибки. То есть он свободно выбрал тот путь, который привел его к трагедии и к потере престола, и к смерти. Но вместе с тем, если бы на его месте был любой другой израильтянин, который тогда мог рассматриваться как кандидат, скорее всего, он был бы еще хуже. При каких обстоятельствах произошло помазание Давида? А вот помазание Давида – это особая страница и в истории народа Израилева, и в биографии самого пророка Самуила. Потому что, когда Самуил понял, что Саул уже неисправим, что, к сожалению, его худшее качество, они уже навсегда при нем останутся, он ему возвестил грядущее наказание от Господа и удалился к себе на родину, в раму, где и пребывал в уединении, в молитве. И, конечно, был преисполнен скорбью о том, что вот такое будущее неудачное постигло его народ после того, как он устранился от дел правления. Но Господь его утешил тем, что сказал ему, вот есть у меня избранник новый в народе Израилевым, кто должен пойти и помазать его на царство. Это Давид, сын Иесея. И Самуил совершил это действие, хотя правящим царем был тогда еще Саул, но, тем не менее, он совершил это действие помазания на царство Давида, который, наверное, абсолютно тогда не ожидал, что с ним может подобное произойти. Вот это было, конечно, очень большим утешением для Самуила. Он понял, что Господь все-таки уготовил лучшее, более светлое будущее для своего народа, которое, пусть даже после его смерти, но все равно настанет. Расскажите о последних годах жизни пророка Самуила. О них мало говорится в Библии, почти не упоминаются последние его годы, но известно, что он жил в Раме, там, где он родился, там, где он же и скончался впоследствии. Там он молился Богу о благе своего народа Израиля, причем молился очень усердно. Ну и, кроме того, он заботился, оказывал попечение о тех пророческих школах, которые сам же он и основал. Какие были характерные черты личности пророка Самуила? Пророк Самуил представляется вообще совершенной человеческой личностью. Он близок к идеалу. Вообще тяжело найти даже такого человека, универсального во всей истории израильского народа, потому что в нем сочеталось и глубокое благочестие, искренняя верность Богу, и цельность нравственного характера, и вместе с тем отвага. Был случай, например, когда он лично убил царя языческого Агага, которого не захотел убить царь Саул, например. Он вместе с тем отличался и глубокой начитанностью в Слове Божьем, учености, и у него был дар пророчества. То есть, фактически, ну, все, что мы можем найти хорошего в настоящем служителе Божьем, в нем присутствовало. Нельзя найти, пожалуй, ни одной вообще темной стороны в его личности. Мы такой не видим. Поэтому я так думаю, что до сих пор, наверное, пророк Самуил может считаться образцом для подражания каждому человеку, который желает идти по стопам истинных служителей Господней. Что представляет собой школы, основанные пророком Самуилом? Пророческие школы или пророческие училища нужно понимать не совсем так, как это некоторые понимают. Дело в том, что пророк Нави на иврите – это вовсе не обязательно человек, который предсказывает будущее. Это прежде всего человек, который учит людей правильно исполнять заповеди Божии, почитать Господа и верным образом Ему служить. Вот этим и занимались сыны пророческие, так называемые, которых объединил в определенные вот такие вот сообщества именно пророк Самуил. Поэтому вот эти училища, они направлены были не на то, чтобы учить людей предсказывать будущее, а на то, чтобы учить людей как раз тому, как они должны просвещать народ, чему они должны учить других людей. То есть это были образовательные просветительские центры. Насколько достоверно известно авторство пророка Самуила относительно книги Судей? Это авторство можно считать вполне достоверным, хотя нет уже абсолютно таких стопроцентных доказательств, потому что сам автор себя не называет Самуилом в книге Судей. Но, во-первых, талмудическая традиция об этом говорит, что именно он написал книгу Судей. А во-вторых, и наши святые отцы, все, кто писали толкование на эту книгу, кто как-то ее касался, они принимают это мнение, считают, что нет более такого подходящего, достоверного автора, который мог бы написать столь масштабную и замечательную книгу, кроме пророка Самуила. Какие еще произведения написал великий пророк? Есть предположение, что его же авторству принадлежит книга «Руфь». То есть Господь его вдохновил и надумил, чтобы он написал еще отдельно историю одной женщины, которая была прабабушкой пророка Давида и, соответственно, была одним из предков Господа Иисуса Христа по плоти. И эта история очень озидательна. Она во многом уникальна, она не похожа на многие другие книги вообще Ветхого Завета, но, тем не менее, вот в своей трогательности, искренности и непосредственности она до сих пор оказывает очень глубокое нравственное и духовное воздействие на всех читателей Библии. Так что эту книгу, скорее всего, также написал он. Ну и, кроме того, вполне вероятно, как об этом считают и многие учителя, авторы Талмуда иудейские, они говорят, что все-таки пророк Самуил принимал участие в написании первых двух книг царств. То есть он записал некоторые летописные фрагменты, которые впоследствии были систематизированы и объединены под названием наших первых двух книг царств. Отец Дмитрий, объясните, пожалуйста, о случае с Айндорской волшебницей. Это очень интересная история. Я думаю, что все наши телезрители с этим согласятся. Когда читаешь Библию и находишь вот такое интересное повествование, то есть над чем задуматься. Но вкратце, если пересказать, то фабула выглядит так. Царь Саул, который чувствовал, что его правление идет к полному уже закату и поражению, во время очередной войны с филистимлянами, понял, что его положение очень шатко, что шансы на победу невелики. И кроме того, он ниоткуда не чувствовал моральной поддержки, потому что не было никакого откровения от Господа, ни через пророков, ни через видения, ни через сны. И он решил обратиться к прорицательнице, спросил услуг, где можно такую найти, и нашли ее в Айндоре. Это, кстати, селение до сих пор в Израиле находится, имя у него проезжал как-то раз. И он прибыл к ней под чужим именем, в другой одежде, чтобы она его не узнала, и попросил вызвать дух пророка Самуила. Она исполнила его повеление, и когда явился пророк Самуил, она тут же поняла, кто на самом деле об этом и просил, и обратилась к нему, сказала, как же ты меня обманул, я не знала, что ты Саул. Ну, он обратился к ней, попросил, скажи мне, что ты видишь? Она говорит, я вижу некоего человека, похожего на Бога, исходящего из земли, в длинной одежде. Саул по описанию понял, что это Самуил. И он попросил, чтобы она выяснила, будет ли у него успех в предстоящем сражении. Но Самуил упрекнул его за то, что он потревожил его дух, и сказал ему, если сам Бог тебя оставил, зачем же ты ко мне обращаешься? Сказал ему, что все, что он ему заранее об этом говорил, за его нечестие, что он будет наказан, и потеряет царство, и будет убит сам, и его сыновья тоже будут убиты. Все это завтра исполнится. И, конечно, был очень расстроен таким предсказанием Саул, так что даже не мог встать с земли, настолько он обессилел. Но его привели в чувства, и на следующий день все это реально воплотило жизнь. Он потерпел поражение, погиб и сам, причем он покончил с собой, чтобы не попасть в плен к врагам, погибли на его глазах его сыновья. Это была трагедия, но, в общем-то, сам Саул был в этом виноват. И вопрос, который мы должны решить, насколько все-таки мы должны признать явление этого духа именно духом пророка Самуила, или все-таки это не было таковым. Тут мнения святых отцов расходятся. Некоторые считают, что это было бесовское обольщение, что не мог Сатана просто так взять и призвать Самуила, чтобы он здесь отчитывался перед Саулом. Но, с другой стороны, все-таки то, что говорит Самуил, эти слова похожи на его слова, и в них содержится правда, которая вся воплотилась в жизни. Поэтому я так думаю, что все-таки это был дух именно пророка Самуила, а то, что он был вынужден под властью Сатаны, под действием волшебницы все-таки явиться, объясняется тем, что до воскресения Христова все души людей, даже и праведников, все-таки сходили в Шаул. Они находились под большей или меньшей властью дьявола. И таким образом Самуил был вынужден повиноваться. Какие существуют формы почитания пророка Самуила? Пророк Самуил является великой исторической личностью, и значение его деятельности велико не только для Бога, избранного народа, который он вовремя сплотил, воодушевил и поднял для великих свершений, и привел к большому процветанию. Дело в том, что он является примером истинного служения Богу для всех христиан. Поэтому почитание его велико как в православной церкви, так и в католической, так же и у иудеев, и у мусульман. Но мы, православные люди, конечно, чтим его прежде всего, как того пророка, который предвозвестил пришествие Мессии. В частности, апостол Петр, как мы видим в третьей главе книги Деяний апостольских, поставляет имя Самуила первым среди тех пророков, которые говорили о том, что исполнение всех пророчеств будет именно во Христе. Поэтому имя это пророка Самуила должно быть святым и почитаемым для каждого православного христианина. Нужно не забывать к ним обращаться в молитвах, конечно, прежде всего, в день его памяти, который чествуется Святой Православной Церковью именно 2 сентября. Спасибо Господи, Отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. А теперь, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Помощи вам Божией и Ангела-Хранителя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова